Итак, приветствую вас дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. Вон она стоит, красавица. Вот, в прошлой серии мы с вами вот на этом синеньком Lancer Evolution 5 одолели всех турбовых монстров, надувных, надувных. Вот, правда, не без проблем. Ну, как обычно. Вот. Но все же, но все же. Ну, а в этой серии мы с вами тогда обратный прошлому чемпионату без надувных. Или без надувных поедем. И я так подумал, давайте вот на этом несуразном пылесосике проедемся. Знакомый он нам по Need for Speed High Stakes. Тоже по самому первому там чемпионату. Вот, так что давайте опробуем его здесь. SLK230 компрессор. Ну, для этого нам, естественно, его надо прокачать. Причем, он, конечно, слабоват. Он прям слабоват для этого чемпионата. Причем, что странно, я никак не думал, что при названии компрессор он оказывается без надува. Ну, вот, оказывается, что, да, в стоковой комплектации у него нету турбины, но ее можно поставить. Так, ну что же, давайте прокачаем его. Попытаемся все по минимуму поставить. Но денег-денег у нас, как обычно, впритык. Так, сцепление. В общем, всю коробку полностью поставим. Сейчас. Это обязательно. Иначе он вообще никуда не поедет. Даже если его, блин, на лошади прокачать, он вообще ехать не будет. А так, в принципе, на нем можно будет достаточно на равных сражаться. Ну, или почти на равных. Так, ставим коробку по-любому полностью. Настраиваемую. Так, и... Сколько у нас 18? А, покрышки. Покрышки, конечно. Покрышки ставим уже привычный нам medium hard. Они себя хорошо зарекомендовали. При сравнительно небольшой цене. Качество отличное. Вот, смотрите, турбина на нем все-таки есть. Вот первая стадия, вторая и даже третья. Четвертая нет, но на третьей стадии он уже... У-у-у-у-ух! 350 лошадей. Ну, на самом деле, это все равно не так много. Так, ну, естественно, мы ставить не будем. И у нас даже хватает немного денег его первую стадию ему купить облегчение. Так он 1332 килограмма весит. В принципе, я думал меньше, но он достаточно такой увесистый парень. вот ну и вот в таком виде его уже хоть как-то можно запускать в этот чемпионат но не на каждую трассу скажем так сейчас мы с вами чуть-чуть будем ну не то что мухлевать но действовать тактически тут у нас три трассы в принципе похожий достаточно как похожий только собственно первой трассой 2 овал но гораздо меньше чем тест-курс но я имею в сравнении с турбовым чемпионатом короче идем сначала вот на эту трассу потому что я тестил на и прикат хилл там вот в такой конфигурации нереально ним победить все-таки он слабоват по лошадиным силам ну елки-палки 210 лошадей чего вы хотите так отключаем все ему помощники естественно блин надоедает конечно на каждой машине новой сюда заходить постоянно отключать это все плохо что нельзя отключить разом где-то в настройках хотя как отключить можно но она почему-то не влияет все равно на каждой машине еще надо отдельно вручную выключать то у нас по соперникам с 2000 fto принципе нам honda они вообще все без надува так fto hamas dmx5 roadster цели к ss2 и civic но соперники на сказать по сути подарок нам что здесь тоже ездят элайзы и вукс холлы и это боль сражаться а вот здесь на супер спидвей мы можем с ними посражаться потому что тут они в поворотах особенно вот во втором повороте более узком они там достаточно сильно тупят и даже здесь они очень сильно атакуют прямо атакуют атакуют так кто это у нас там так уехал вперед то так впереди нас родстер дойдет ох ребята короче я сейчас в этой серии буду распинаться о великолепном гран-при бельгии которое было было но вчера шикарная просто трасса не зря на мною не только мной вообще всеми любима почти никогда не подводит она естественно вот и блин до чего же классно было гонка все началось конечно очень ярко и я аж прям голос заорал когда столкнулся алонсо ликлер там хюлькинберг блин наваре конечно была очень зрелищная но потом я так подумал что концовка гонки было немножечко скучновато я если бы я думаю не вылетели идти трое а там еще и рикарда с райкин нам сцепились то было бы интереснее вот плюс хала у нас как никак там прошло боевое крещение достаточно то есть по крайней мере алонсо приземлился на машину ликлера достаточно опасно и блин опять же это практически один в один авария повторилась 2012 году была точно такая же авария только там на самого алонсо там прилетел хэмильтон вот и а здесь уже сам алонсо летал пострадал но не пострадал а приземлился на ликлера хала там вроде горят у него треснуло но как бы да спасло ну не факт что это так прям там жизненно спасло потому что я так повтору смотрел принципе даже хала если бы не было он бы на голову ликлеру не приземлился то есть он машина упала на переднюю стойку этого хала и и собственно и сломала поэтому даже не было в принципе ну если бы до кабы все равно хорошо что она была не факт что он бы не пострадал конечно и тут это вот одна из первых аварий где действительно она помогла гонщику ну и слава богу как говорится ладно не зря не зря поставили сейчас они естественно в пример постоянно приводить эту аварию что вот если не хала ликлера бы там размазала по рулю прямо как эклер бы его собственно говоря и размазала хотя это далеко не так ну ладно не суть в общем гонка сумасшедшая получилось force индии в квалификации чудо сотворили и собственно в гонке продолжили в той же том же ключе блин в первом повороте на первом же круге они чуть было в лидера оба не вышли там шикарная нога ситуация была то есть на вот этот длиннющий прямой 4 болида бок о бок неслись где собственно феттель прошел хэмильтона но там под конец еще и force индии подключились как мы знаем это новая команда никому не известная да и вот в первой же гонке дебютанты натворили чудеса могли бы полидировать даже вдвоем но даже так они долго держались третьим четвертым потом конечно к ним подъехали лидеры тот же ферстаппин ботас накатил а если были в гонке в принципе рик ярда с кими то они бы тоже прошли скорее всего поэтому но эти команды первые три намного сильнее с ними сражаться практически никому больше невозможно так что в той ситуации они максимум сделали и собственно говоря собственно говоря никого больше то и не подпустили к себе так что молодцы так третьим мы финишировали так что мощей нам все равно не хватило так 3000 надо посмотреть чем мы имеем блин на 3000 мы особо ничего и не улучшим тогда вот чё самое-то интересное а странно странно так нам надо короче любом случае еще покупать систему воздушных фильтров дабы довести свою мощность до 230 вот тогда уже можно будет с ними разговаривать ладно давайте тогда еще раз проедемся чемпионат 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 так и облегчится мы тоже да не сможем нет ладно тогда надо еще раз проехать этот чемпионат и благо 6 кругов по суперспиду это очень быстро вот и даже если мы снова финишируем третьими то нам уже должно хватить вот а потом уже будем по серьезному с ними разговаривать ну действительно 210 лошадей то очень слабо хотя у нас механика прокачано полностью фактически но мощей теперь не хватает да так ага здесь уже другие ребята мр-2 альфа вон 156 и супра главное с эзотер но это слабенькая супра вот так что да но это что касается вот форс индии шикарная гонка я за розовых прям переживал очень сильно но и они не подвели причем сразу заработали 18 очков разом прошли уже и вильямс из-за не за убер они не прошли нос сравнялись там практически ну и понятно что за убер наверное соперник и если бы не аннулировали все очки их то конечно они бы шороху бы в чемпионате навели сейчас бы у нас-то три команды сражалась полноценно за четвертое место а так всего двое осталось что макларен я не думаю что из своего коматоза уже выйдет в этом сезоне вот ну а рено и хаасы да хаасы тоже в принципе вдвоем финишировали сразу позади двух форс индий и тоже сильно улучшили свой очковый баланс ну и в общем то обострили борьбу за четвертое место так как ренохи одна выбыла хюлькенберг а другая финишировала вне очков они очень сильно подтянулись тоже там интересно да и вообще эта гонка такая знаменовалась многими сражениями в которых гораздо плотнее стало перстаппинг прошел рик ярда ботас подтянулся к райканину там в личном зачете у нас магнусом подтянулся к хюлькенбергу в общем нормально интересно даже то что так получилось вот ботас молодец тоже кучу обгонов совершил прорывался дрался и в итоге кимон там четвертым финишировал молодец вот ну и рик ярда мне понравился конечно то есть да он сначала накосячил он кими там боданул но в итоге я думал что все лишившись заднего спойлера сойдет но нет он вышел на трассу снова меняли долго очень задний антикрылок вы знаете задние сменить гораздо труднее чем передняя и в итоге он все таки вышел на старт снова гонку в отставая на два круга и прорывался бился ну то есть просто номер отбывал там ехал кое-как еле-еле там типа в тестовом режиме давай уже там как-то там прокатишься нет рубился то есть он почти весь пелетон снова обогнал там уже когда его команда зазвала чтобы окончательно с этим между форс индиями уже находился так что классная тоже гонка собственно говоря прорыв правда его обгоны практически не показывали что это все было как бы совсем настоящие но тем не менее киме жалко то что он сошел потому что скорость у него реально была причем на этом гран-при у него скорость была достаточно именно для побед я не говорю что он бы обязательно выиграл но у него скорости в квалификации была где ему опять же не повезло блин чудо там намудрили вообще непонятно он вполне мог пол взять и в гонке он бы конкуренцию фета любых с хэмильтоном точно составил вот а так блин очередной исход опять назад откатился вместо он не потерял чемпионате но я имею до что откатился по части очков сейчас он уже на титул вряд ли будет претендовать он и так то скорее всего бы не претендовал конечно но там могли бы быть какие-то но если бы если бы фетель пару гонок провалила киме нормально проехал может быть что-то были завязалась а так скорее сейчас будет уже прям стопроцентно подносчиком патронов для тефтеля вот ну сам фетель молодец этот вот обгон горю на первом круге не используя дрс то есть это еще был чистый обгон абсолютно делал хэма вот так что боевая боевая гонка сама трасса шикарная я беру я практически визжал когда вот показывают эти повороты скоростные как машины там просто валивают в них да еще камера такая во многих местах интересная стоит что ну прям видно вот эту сумасшедшую скорость то есть там реально в нескольких сантиметрах болиды проносятся и но ощущение шикарный просто поэтому до бельгия как всегда не подвела хотя я надеялся на дождь думаю наверное с дождем будет вообще интересно но даже несмотря на то что дочь так и не пошел все равно гонка получилась на загляденье так ну что берем тогда комплект воздуханов так 230 лошадей и вот сейчас да вот сейчас с ними уже можно пообщаться у нас остается еще небольшой козырь ну как это не козырь это скорее такая крупная карта вот это возможность еще облегчиться нам с вами вторую стадию купить и она тоже ну поможет поможет если что вот сейчас снова супер спидовой проедем сейчас посмотрим тут прям мощность можно тестить здесь по идее сейчас вот проблем не должно быть с этими плюс 20 лошадей как раз нам этого должно хватить что тут стараться выиграть хороший старт получился уже совсем конечно по-другому разговариваем это у нас кто мр-2 до в общем следующая гонка у нас будет в монце храме скорости две подряд такие у нас самые скоростные гонки но все равно монсу и бельгию даже даже при этом нельзя сравнивать все-таки монса это прям чистая скорость чистая мощь там даже не те законы работают что в бельгии поэтому поэтому монса я думаю там опять будут феррари скорее всего впереди и вообще я думаю что это концовка сезона вообще будет не такой как было прошлое то есть там до феттель с большим отрывом у нас ну собственно говоря у нас зеркальная сейчас ситуация то отличие от прошлого сезона то есть тогда на перерыв фетель ушел с большим отрывом по очкам но в отличие от этого сезона в прошлом прям чувствовалось что хоть он и лидирует но быстрее это мерседес и то есть при равных каких-то обстоятельствах мерседес будет быстрее будет отыгрываться сейчас же лидирует хэмильтон но ситуация обратная преимущество по скорости я бы сказал что на стороне феррари так что это еще мне кажется хорошо что лидирует сейчас хэмильтон иначе мы рисковали бы просто увидеть финиш сезона в одни ворота потому что я говорю преимущество по скорости сейчас если мерседес ничего не сделает у феррари в монце я думаю опять будут они впереди смотрите они все равно блин сильнее лезут прям изо всяких так супра стоять не это не нравится даже вот поэтому в общем хорошо что именно такая ситуация в чемпионате фетель сейчас под сократил отставание и я думаю продолжит это делать и дальше вот ну а мерседесом надо что-то со своей машиной делать иначе рискуют они слить концовку чемпионата феррари так что будем смотреть концовка должна быть в этом году интереснее чем было в прошлом то есть крайней мере мне бы хотелось в это верить конечно я могу ошибаться легко но все выглядит примерно так а ну еще хотелось бы отметить вильямс и серегу непосредственно сироткина неплохое гран-при провели да конечно тоже финишировали в итоге там в последних рядах но боролись по крайней мере серега участвовал в настоящей гонке обгонял даже елки-палки даже одно время ехал в очках девятым да потом там накатили ботас и более быстрые там машины его прошли но тем не менее во первых финишировал впереди строла в квалификации его опять же побил финишировал впереди строла еще и обошел сзади остались Хартли и Иван Дорн так что так что нормально есть надежда хоть какая-то чуть-чуть скорости они прибавляют и это радует хотя понятно что никаких вот он как говорил 15 недель там в начале сезона никаких 15 недель понятно уже не будет они уже по-моему прошли давно эти 15 недель и ничего особо не изменится но главное чтобы они к концу сезона хотя бы нашли причины все эти и в следующем сезоне знали уже над чем работать и чтобы таких же косяков не напороть а провели следующий сезон лучше ну и создали соответственно машину лучше чем это потому что таких падений я что-то так сразу на вскидку и не вспомню чтобы команда настолько проваливалась за одно межсезонье даже надо с пятого на последний упасть да еще так что безвыходно совсем света в конце туннеля вообще не видно так что ну а вот гоночка в Бельгии казалось что может быть не все так плохо все конечно плохо но не так так давайте-ка наверное вернемся на трассу а то что-то нас делают и даже несмотря на прокачку эту в общем надо еще облегчаться может быть надо еще и лошадиных сил конечно добавить но мне бы не хотелось конечно потому что сейчас у нас турбину мы естественно не можем поставить по понятным причинам а сейчас проеду жесткий участок турбину мы не можем поставить естественно в этом чемпионате вот а то чем мы можем поднять мощность с вами там осталось по сути два пункта вот один из них чертовски дорогой 12 косарей стоит добавляет в принципе не так много а другой подешевле но он подешевле но тоже не очень дешевый и добавляет он достаточно много в принципе поэтому я надеюсь что сейчас вот мы третьими если приедем а может мы еще и зацепим вот этого товарища кто это у нас тут едет на втором месте алтеза что ли зацепить бы ее еще вот и мы тогда купим себе вторую стадию облегчения ну и уж с этим должны побороться за победу так а тут у нас кто в уксхол отрывается зараза отрывается ну собственно ничего страшного я сам выбрал эту машину мне хотелось вот именно этот мерседесик на маленький протестировать вот в таком чемпионате знаем что эти чемпы уже достаточно серьезные здесь машины прокачаны ну уж по среднему это точно и посмотреть как он себя поведет интересная машинка тем более не чужая нам скажем так да походу даже второе место мне удастся зацепить походу даже второе место я пересиливал желание у меня было большое желание просто взять NSX мой любимый и проехать на NSX этот чемпионат он же тоже безнадувный как бы и вы бы знали каких это мне усилий стоило ну просто для меня за счастье проехаться лишний раз на NSX вот поэтому я собственно еще по этой причине взял вот нечто вот такое экзотическое там можно было еще что-то из хондарей взять у нас там даже что-то еще есть цивика нет у нас по моему интегра есть но тоже кстати православный опять же таки русский японский автопром уже вот видите какие оговорки блин 5200 нам даже на прокачку не хватит на покупку этой стадии ой блин ладно давайте чтобы на нее хватило денег еще раз по быстренькому суперспид вы прокатимся потому что его быстрее ехать на в априкат хилл мы стопудово пока не выиграем с этими товарищами здесь хоть время быстрее пройдет пока можно сказать у нас давно такого не было но у нас сейчас стадия фарма денег поэтому будем по минимуму стараться время терять а чем черт не шутит может сейчас удастся даже и выиграть тут большой конечно рандом большая зависимость от этого победим мы или нет какие соперники с нами есть потому что при отсутствии например тех же элайзов разных и так кто это это альфа нас атакует элайзов в уксхалла еще тут можно как-то посражаться с ними сейчас кстати нету ни того ни другого и можно попробовать выиграть и можно попробовать выиграть хотя как мы видим блин по мощности они все равно больше я кстати смотрю сейчас на на задницу этого слс слк мне очень тиду напоминает ниссан тидо такое ощущение как будто на тиде еду морда конечно совсем не такая но вот жопа похожа ой 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 чё я делаю вот это я косяка упорол зря не надо здесь тормозить более широкий поворот сейчас накатят вот видите машины другие попались и уже совсем другая ситуация собственно предыдущий раз нас супра порвало что там еще было в принципе других то мы и не подпустили к себе видать совсем слабый состав у них так что ты блин опять я тут торможу елки-палки подъедут последним кругом печально будет так вот это кто мр2 вот он может да накатить в повороте быстрее едет в общем эти лопухи так ну давайте еще одну небольшую новость скажу я потом ее еще повторю в конце видео в общем вот это видео я запишу выложу и и я сейчас уеду на 2-3 дня опять там другой город объект там появился можно потолочки поставить вот и так что видосов не будет несколько дней ну 2-3 дня точно а там уже смотрим так что сильно не расстраивайтесь я никуда не исчез не пропал не забил канал просто сейчас работать буду и вернусь как только смогу так ну все ладно хорошо не зря что мы сюда зашли и денег на фармили сейчас хватит нам на облегчение ну уж за первое это место точно хватит даже если бы нет но тем не менее мы еще и выиграем я не очень на это рассчитывал но хоть одну гонку завершили вот я сейчас надумал что у нас с первого раза получится здесь вот так примерно приехать но я был слишком оптимистичен думал я что они тут медленнее едут ну либо у нас машина просто слишком слабая сначала была да уж 210 лошадей конечно этого не шутки так ну что первая победа есть погнали прокачиваться погнали в тюнинг ателье так 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 суетная такая серия получается постоянно тыр тыр туда сюда туда сюда так 5500 ага у нас уже зато вон 20000 ну короче с этим мерседесом походу я сам себе нажил приключений на одном место так ну думаю что по крайней мере эприкат хилл мы сейчас должны одолеть с второй то стадии облегчения вторая стадия ну первая плюс вторая где-то 150 килограмм минус 10 это мы сейчас где-то 1000 150 весь примерно так что полтора центнера я думаю это очень не слабо так вот хорошо выпулили то как ух ты так то у нас там блин в лидерах такой прытки а тоже очень интересно так что то ли втрох а то ли супра опять по-моему втрох что ли но у меня еще такое впечатление что вот три гонки даны да в этом чемпионате не пойму я кто это или супра это супра елки-палки пять супа тоже смотрю достаточно серьезная но она она мощная скорее всего но тяжелая вот и мне кажется от гонки гонки они тут тоже немножко модифицируются то есть в первой и в третьей не одни и те же машины ну то есть если даже одни и те же машины взять они по своей механической подготовки они разные будут то есть в третьей гонке они будут мощнее легче там в общем подготовленнее так что а последняя у нас будет дип форест ё-моё в обратку тоже не самый легкий вариант если мы здесь то с трудом блин продолжаем с ними сражаться скорее всего придется что то еще ставить на наш пылесосик компрессор и это что то что то это мощность нужна блин так то он все хорошо уже поворачивает в поворотах стоит вот сейчас облегчили он повороты вообще хорошо залетать стал но чё чё а мощности не хватает можно конечно упороться и еще третью стадию облегчения купить но она уж слишком дорогая и она не так много кстати килограмм уже сбрасывает в общем это пустая трата денег будет лучше уже те же деньги потратить на мощность подвеску вообще нет смысла покупать потому что у него нету практически инерции в поворотах стоит нормально у нас гоночная резина то есть я не чувствую чтобы он как-то себя плохо чувствовал в поворотах как тавтология а вот мощности не хватает в поворотах то мы его догоняем сейчас напрямую оторвется опять так ну что last lap ох не зацепил что ли да чтоб тебя а я думал чуть-чуть облокочусь промазал давай компрессор давай жужжи на полную не не напрямую отрывается по тихой так вот наконец-то чуть-чуть мы его зацепили тут так идите нахрен ох блин смотрите держится вот собака какая а так чуть-чуть осталось продержаться так уходим вправо ну все здесь он так не накатит уже серьезно без слепстрима тем более ха есть да потная победа была ух ты смотрите какой луч круг одна тридцать четыре шестьсот шестьдесят шесть дьявольское просто таки время так ладно все таки облегчало дало нам нужных там недостающих секунд так и вот дип форест я думаю ну не знаю посмотрим конечно чего раньше времени переживать давайте попробуем прокатиться здесь но я думаю здесь будут прям проблемы уже серьезные что есть такая фишечка что в последней гонке они маленечко посильнее едут так ах блин на соперников не глянул так аккорд фтеоха успел глядеть но насколько я успел разглядеть по-моему не лайзов никого в этом роде нету здесь не вуксхалов так это целико да да целико еще вон фтео а супра и с 2000 по моему сейчас лидирует либо а нет это этот просто мх-пятка тоже не чужая нам машина во первых она у нас есть долгое время она нам помогала да и в андеграунде не чужая скажем так прямо машина так опять тут с эзотер это лезет не 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 подруга иди в пень смотрите как пулит а родстер то ничего сего спасибо за пинок а я понял намек понят надо там шустрее ой вот этот поворот опять гадский давай 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 выруливай ух тихо так супра я смотрю здесь быстрее прямо хочется ей вперед нельзя ее выпускать мало ли чего хочется ух ты блин опять показал вот она вот она ну дает чувак дай слип стриму дай слип стриму дай слип стриму вот даже чуть приближаемся тоже поцеловали в диффузорчик а хорошо под отстали значит тот поворот хорошо мы прошли скоростную связку ну хоть на какой-то части трассы мы быстрее значит ну здесь супра быстрее тут она накатывала я сейчас постарался пошустрее пройти ну блин давай ты же гордое название мерседес носишь компрессор а вот насчет того что ты мерседес компрессор я бы умолчал особо нигде об этом не распространялся и и по возможности изменил бы в паспорте имя хе-хе-хе так уберем-ка наш зад чтобы не давать ему лишний повод в слип стрим залазить ага хорошечно о во ва а нормально нормально по крайней мере можно с ними сражаться я то раскис что-то раньше времени. Главное не затупить. Последний круг, как обычно. Самый сложный. Так. Ну и самая моя любимая связка сейчас. Точнее, не связка, а поворот. В принципе, да, связка. Так. Поехали. Вытягиваем. Хорошо. Восемь десятых. Не очень далеко, но, в принципе, не в самой жопе сидит. Так. Ну все. Последний поворот. И косогор. Крепче за баранку. Держись, шофер. Фу. Все. Можно расслабиться. Нет, не будем. Как на Эйнджел Мэнсел поступать. Да. Я боялся. Блин. Я боялся за Дип Форест второй. Ну, в смысле, в обратку. Я думал, придется что-то еще тут мутить, что-то еще улучшать, блин. Но нам повезло, что там, говорит, с соперниками здесь. Все-таки. Если бы тут был, скорее всего, Лайс или Вуксхалл, так бы легко не получилось выиграть. Ну и то нам, нам даже здесь, блин, этот Родстер с Супрой попортили кровину. Ладно. Хорошо. Осталось получить призовую тачку. Ага. Ну, что-нибудь красивое дайте. И мощное. Да. Ладно. Может и красивое, но что-то не особо мощное. Э, даже... А, ее, смотрите, ее можно использовать в этих бокс... Ага, в каких нахрен боксерах? Нельзя ее там использовать. Ну, тогда я вообще не знаю, куда ее приткнуть. RX-8 эту. Непонятно. Что с ней делать? Смотрите, у нас денег стало зато больше. Хоть мы чуть-чуть больше времени потратили, но... Хоть денег наколотили. Так. Сейчас, погодите, посмотрим, что у нас тут еще осталось. Такое. Не сильно сложное с лицензией А. Из таких чемпионатов. А у нас, походу, ничего и не осталось. А, нет, у нас сейчас пойдут эти вот чемпионаты... Под конкретную модель тут ЛТЗа, да, у нас опять. Type-R митинг. Ага. О, Валюжин мы уже проехали с вами. Это у нас для SkyF. Ну, тут International B нужна лицензия. Видать, сложный чемпионат. Что тут за трассы? Трилл Маунтен, Лагуна и Р-11. Ух. Р-11 и Лагуна. Такие серьезные испытания. Так, это для ТТХи. А, ну вот тоже лицензия А здесь. А что денег дают? Денежек. 10 тысяч за каждую победу. Еще что-то за чемпионат насыпят. Но уже неплохо, кстати. На этом бабла можно поднять. Может даже его, если что, в следующей серии прокатимся. Посмотрим. Тем более у нас ТТХ есть и уже там что-то даже, по-моему, в ней прокачано. Так что сильно денег не придется тратить. Надо, потому что из этой жопы финансово вылазить и хоть немножко в копилочку поскладывать. А то у нас все деньги уходят на прокачку машин. Еще и сверху даже добавляем. Поэтому не можем никак вырваться из замкнутого круга. Ого, RX-8 за 75, так она прокачанная, значит. Ну, по крайней мере, на уровне вот того нашего Троена. Раз за 75 тысяч ее можно продать, то что-то в ней есть, значит. Явно не стоковое. Так, ну что же. Давайте тогда на этом закругляться. Ну и, как я обещал, перед тем, как закруглиться, я еще раз новостью скажу. В общем, ребята, сейчас после этой серии будет небольшое затишье на несколько дней. То есть я уезжаю в небольшую такую командировочку. На 2-3 дня. Ну так, по прикидкам. По идее, не дольше. Вот, так что... Следующая серия после вот этой выйдет... Ну, где-то, наверное... Так, среда. Четверг, пять. В пятницу, наверное. Ну, в общем, посмотрим. Надеюсь, по крайней мере, что так. Вот, так что не теряйте меня, не расстраивайтесь. Просто я уехал висеть на потолках. В очередной раз. Ну все, за сим, значит, откланиваюсь. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. На вот таком вот мини-пылесосе погоняли. Оказывается, пылесосы тоже могут выигрывать гонки. Да, все хотел вот показать вам. Я тут... Был момент между кадрами, подбухивал. А вот... Не знаю, видно, нет. Не, это не пиво. Это крем-сода на самом деле. Выпьем за победу. За победу Феттеля, за нашу победу. За победу пылесоса. Вот, все. Всем пока-пока. С вами был, как всегда, Скутер. Канал Ни Слово Об Играх. Увидимся в следующих сериях через несколько дней. Канал Ни Слово Об Играх.